МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Информационная программа Республика. В студии Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Прощайших Рияр. Ушел из жизни народный артист Чуваши Айдархис Амуддинов. Безопасные покупки. Какие нарушения выявили массовые проверки торговых центров Республики? Звони 103. Запущен единый колл-центр скорой помощи. В Доме правительства подвели предварительные итоги проверок торгово-развлекательных комплексов. О выявленных нарушениях и санкциях, которые грозят бизнесменам, сюжет Дмитрия Ковалева. Развлекаться и делать покупки, как выяснилось, безопасно далеко не везде. За две недели сотрудники прокуратуры и МЧС проверили свыше 150 объектов. Пройти экзамен удалось только одному торговому центру в Канаше. В черном списке клубы города-спутника «Кристалл» и «Барсук». Правила пожарной безопасности здесь нарушали настолько грубо, что сейчас решается вопрос о временном приостановлении их деятельности. Здесь мы не можем уже на человеческом уровне разговаривать. Мы все почувствовали, по крайней мере, сколько детей там погибло и сколько людей потеряли. И это, в принципе, продолжается на территории Российской Федерации, в отдельных регионах. Безопасность людей – это приоритет нашей государственной политики. В списке нарушений более полутора тысяч пунктов. В МЧС выявили множество объектов, где не отвечают требованиям эвакуационные пути и не работают пожарные сигнализации. Немало вопросов у инспекторов и к бизнесменам, которые самовольно меняют проекты. «Собственник перепланирует здание, в котором находятся его объекты и, соответственно, при этом допускаются нарушения. Отсутствие зоны оповещения и обратной связи с диспетчерской, с ними. То есть диспетчер при получении сигнала тревоги, пожарной тревоги, не может определить, потому что нет обратной связи, не может определить конкретное место, где сработала сигнализация». Проверки выявили и вопиющие факты, когда торговые объекты работали незаконно, не получив разрешающие документации. «Связи с эксплуатацией от адвокатного центра «Кристалл» в городе Новосибург-Царске и торгового центра «Март» в городе Шумерли без разрешения на ввод в эксплуатацию выдаваемых органами местного управления прокурором города Новосибург-Царске и Шумерлинским международным прокурором направлено заявление о предостановлении деятельности наших объектов Органом власти местного управления контрольно-обзорным органом также будет дана правовая оценка». Проверки продолжаются. По их итогам в МЧС обещают составить черный список объектов и опубликовать его на официальном сайте. «Найдутся рычаги по воздействию на этих недобросовестных предпринимателей, но в большей степени будем работать через общественное мнение». Глава республики отметил, что с нарушителями церемониться не стоит. «В местах с массовым пребыванием людей должен быть наведен тотальный порядок». «Кто хочет получать любой ценой прибыль, но в то же время не хотят соблюдать требования, нормы обеспечения пожарной безопасности, они просто должны быть под прессингом всех органов, которые имеют официальное право проверять. Когда их сейчас, там поздно, значит, говорить, там сожалеть, когда кого-то мы потеряем. Тем более, когда касается детей». Дмитрий Ковалев, Игорь Зверев, Республика. На реках Сура и АлатР продолжается бурный подъем воды. 7 апреля в АлатРе ввели режим повышенной готовности. Все силы и средства города АлатРе приведены в повышенный режим готовности из-за угрозы паводка. Уровень воды в реке Сурем составляет более 420 сантиметров. Только с 6 по 8 апреля она поднялась на 168 сантиметров. «Река Сура прежде всего вызывает опасения. Наполнение идет сейчас в пределах 60-90 сантиметров ежесуточно. Больше всего, конечно, это со стороны Пензенской области, Пензенское водохранилище. Сбур Рос производит пока по нормативному режиму. И плюс река АлатРа, которая вызывает каждый год опасения. Мы с Мордовией держим связь практически утром и вечером. У них гидропост в районе Тургенева. За 3-3 суток гидропост Тургенева у них уже плюс 4,5 метра на реке АлатРа. Поэтому тот микрорайон Подгорье, который практически ежегодно испытывает вот эти трудности, в этом году, наверное, по сценарию 2013 года, когда было подтопление, в 2013 году, но выселять оттуда не выселяли». Особое внимание сейчас уделяют и любителям зимней рыбалки. Сотрудники МЧС в эти дни ежедневно проводят профилактические рейды и предупреждают рыбаков о возможной опасности. Плюсовые температуры днем и заморозки ночью превращают лед в рыхлую субстанцию. Апрельская рыбалка особенно опасна. «В районе Цивиля уже полностью Волга открылась, поэтому здесь любой момент может быть промоен, любой момент отрыв. Поэтому хотелось бы обратиться к нашим рыбакам, не рисковать абсолютно в этот сложный период погодных условиях. Ради трех рыбешек рисковают своей жизнью, но нет никакой логики. Даже пример вчера на Чебоксарском заливе в районе 23 часов 30 минут. Благо люди в районе монумента матери увидели, что человек провалился уже под лед. Позвонили на 112, спасатели сработали, прибыли буквально через три минуты, вытащили человека в состоянии, знаем какое, и передали врачам. Сейчас он находится в СМП. А мы напоминаем, в случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по номеру 112. Галина Титарчук, Дмитрий Ковалев, Игорь Зверев, Республика. В Чебоксарах, как и по всей России, вместе со снегом начал активно таять асфальт. Дорожная служба работает сейчас в две смены. Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков попросил вести работы и ночью. Ямы латают по городу 10 бригад. Сейчас работы идут на улице Ленинского комсомола, Мичману Павлова, Кривого, на проспекте Максима Горького, бульваре электроаппаратчиков. Есть и те дороги, которые мы отремонтировали 3-4 года назад, и они уже сегодня по-народному говорят дырявые. Это и базовый проезд, это и Ленинского комсомола, Кривого, Максима Горького, другие улицы. И мы понимаем, что дороги были выполнены, отремонтированы с нарушением технологий. А сегодня те предприятия, которые производили ремонт, банкроты. И нам не с кого спросить. Поэтому особое внимание в этом году, так же, как и в прошлом, к качеству материалов и соблюдению технологий. При благоприятных погодных условиях планируется в срок до 1 мая 2018 года завершить работу по ямочному ремонту городских торог в центральной части. При наступлении благоприятных погодных условий будет осуществлен переход сразу же на ямочный ремонт горячим асфальтобетоном. Однако на этой неделе погода будет не на стороне дорожных служб. Если во вторник синоптики обещают до плюс 18 градусов и без осадков, то уже в среду похолодание до 6 градусов. Ночью заморозки и снег. В Цивильском районе человеку стало плохо на работе. Набирают номер 103. Звонок по вызову скорой принимают в Чебоксарах. И так со всех районов Чувашии по единому номеру попадают в колл-центр. Насколько оперативно принимают звонки и как координируют работу скорых по всей республике, расскажет Ирина Волкова. Смотря какая бригада, можем отправлять сразу. Вот, например, в Цивильске. Здесь в Цивильске мы видим уже раз, два, три, четыре, пять машин стоят. Круглые значки машины скорой. На вызов отправят ближайшую свободную. Информация о пациенте, обработанная в колл-центре, поступит на планшет бригады. Возраст, предварительный диагноз, адрес, вплоть до аудиозаписи звонка в скорую. Здесь бригада представляет все этапы вызова. Выезд, прибытие, начало транспортировки, прибытие ЛПУ и принятие ЛПУ. Также здесь можно прослушать разговор диспетчера с пациентом. Женщине 47 лет с давлением 230 на 170. Если вызов сложный, пациент тяжелый, то мы можем из любой подстанции по принципу наибыстрой доступности направить любую врачебную бригаду в село, в район, для того, чтобы оказать квалифицированную медицинскую помощь. И планшеты фельдшеров, и машины отслеживаются системой ГЛОНАСС. На вызове или только едет, с какой скоростью и сколько в баке топлива. Эта информация помогает оперативно распределить бригады. Все же, в первую очередь, старшие смены ориентируются на данные от диспетчеров, которые, кстати, с медобразованием и обучены психологическими службами. Опрос по телефону профессиональный, в соответствии с алгоритмом. Вы рядом с больным находитесь? Работы нет, судорог нет. Лошадр будет оформлен. Максимальная точность, чтобы направить конкретную бригаду – фельдшерскую, врачебную или реанимационную. На станции два старших врача консультируют фельдшеров, решают спорные ситуации, уточняют диагнозы. Двое на направлении – 9 человек принимают вызовы. И так круглые сутки. Среднее время ожидания до 18 секунд, 19 секунд. То есть это очень хорошее время ожидания. И вообще более 90% у нас до 30 секунд звонки принимаются. Централизовать службу скорой медпомощи Чуваши удалось благодаря компактности республики и достаточно развитой транспортной навигации. В этом году мы планируем реализовать функцию автоматического распределения вызовов. Это уже будет программа сама определять. Ближайшую бригаду согласно статусу и поводу будет предлагать, рекомендовать определенные бригады, которые будут принимать вызов в автоматическом режиме. Сейчас среднее время ожидания бригады по Чуваши – 11 минут 18 секунд с момента поступления вызова. Ирина Волкова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня в Чубаксарах простились народным артистом Чуваши Айдаром Хисамуддиновым. Он был одним из самых известных и популярных танцоров в истории нашего театра, оперы и балета. Ему ценили коллеги, любили журналисты и обожала публика. Молодой, красивый, талантливый танцор в 30 с небольшим стал кавалером ордена Дягилева за пользу русской культуре. Впрочем, кроме пользы было и другое не менее важное – эстетическое удовольствие и радость человеческого общения. Айдар был интересным собеседником. Главная задача любого артиста в любом жанре – это не показывать, насколько это трудно. Вот это большое искусство. Глядя на него, никто не думал, что Айдару трудно. Казалось, он не выходил на сцену. Его выносило вдохновение. Год назад 35-летний Айдар Хисамуддинов, как и положено артистам балета, вышел на пенсию. И гости его творческого вечера никак не могли понять, как же он будет без сцены, и как сцена будет без него. Время, только время решает все и расставляет на свои места так, как нужно. Нам понадобится очень много времени, чтобы смириться с этой утратой. Айдар. К другим новостям. 14 апреля в Чубаксарах стартует заявочная кампания на приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря. Планируется, что в этом году в них отдохнут почти 5800 детей. Регистрировать заявления от родителей будут в единой республиканской автоматизированной системе. В школах уже назначены ответственные операторы. Полная стоимость путевки на 21 день отдыха также определена. В этом году у нас составит 14 318 рублей. Открытие смен в загородных оздоровительных лагерях планируется 1 июня. В летний период на территории города Чубаксар в муниципальных лагерях Бригантина, Березка и Волна будет организовано 7 смен. В этом году отдохнуть в муниципальных лагерях Бригантина, Березка и Волна смогут на 110 детей больше, чем в прошлом. В Чубаксарах состоялся финал республиканского конкурса учителей чувашского языка. Как он проходил и с какими заданиями справлялись педагоги в нашем сюжете. Наглядно о сочетании букв в чувашском языке, их написании и произношении. Так усвоить материал гораздо легче. В соседнем кабинете интерактивный урок на военную тему. 10 педагогов из Чувашии и Татарстана. У каждого свой подход и взгляд на обучение. Поняла как учитель. Если родители будут разговаривать с семьей на чувашском языке, нам, учителям, будет легче работать с такими детьми. Конкурс учителей чувашского языка проводится уже 11-й год подряд. Но в этом году условия изменились. Педагоги впервые проводят уроки с детьми в чужой школе. Первой стала 47-я Чебоксарская. Нравится мне на уроках чувашского, его и самого изучать. Потому что просто урок нравится. Учительница добрая, хорошо объясняют, все понятно. Учитель родного языка не просто дает знания, он выполняет важную миссию. Народ не может быть без языка, без культуры. И вот именно каким образом будут развиваться традиции культуры народа, зависит от того, каким образом мы прививаем эту культуру, традиции, язык нашим детям. И большая роль в этом ложится на плечи наших уважаемых учителей чувашского языка литературы. Лучшим учителем чувашского языка стал Александр Степанов из 40-го Чебоксарской школы. Он будет представлять республику на всероссийском мастер-классе учителей родных языков. Опыт участия у педагога уже есть. В 2012 году этот конкурс он уже выигрывал. Татьяна Леонтьева, Мальвина Петрова, Андрей Спиридонов, Республика. В воскресенье православные христиане праздновали Пасху, Светлое Христово Воскресенье. Календарный день 8 апреля остался в прошлом, но люди продолжают приветствовать друг друга. Христос воскресе, воистину воскресе. В Покровско-Татьянинском соборе пасхальную службу провел митрополит Чебоксарский Чувашский Варнава при Большом стечении верующих. В храме было как никогда многолюдно. Сегодня началась Светлая Седмица. Она продолжается 7 дней, начиная от Пасхи и заканчивая Фоминой неделей. В это время вечерние и утренние молитвы заменяют пение пасхальных часов. Очень многие храмы на Светлую Седмицу разрешают всем желающим попробовать свои силы на звонницы, и позвонить в колокола на свой вкус. Согласно православным канонам, всю Светлую Седмицу во всех храмах открыты царские врата. Это символично, они отворены, поскольку воскресший Христос открыл верующим дорогу на небеса. Издавна считалось, что умерший на Светлую Седмицу человек непременно попадает в рай. Всю эту неделю у храмов выставляют артас, особый хлеб. Его хранят до следующей Пасхи и дают по кусочкам заболевшим. А вообще, всю Седмицу принято заниматься благотворительностью. Есть и свои запреты на эту неделю, например, в Светлую Седмицу запрещено поститься. На Светлой неделе нельзя грустить и печалиться, а можно и нужно ходить в гости, радоваться, дарить друг другу подарки, угощать пасхальными крашенными яйцами, куличами. Самое важное, по традиции, в первый день Светлой Седмицы внуки должны отправиться к дедушкам-бабушкам и отнести им угощение, а крестники – поздравить своих крестных. В Чувашии в Красночитайском районе прошла спартакиада сотрудников органов власти и местного самоуправления. Она проходит уже 17-й год подряд. Всего сразится выносливость и силе, и ловкость вызвалось 9 команд. В каких дисциплинах соревновались? Репортаж Рифатов от Кулина. Ни малейшего намека на деловой стиль, без галстуков и в спортивных формах. Баскетбол, настольный теннис, шахматы и шашки. Чиновники зарабатывали очки в различных видах спорта, демонстрируя не только личную силу и ловкость, но и командную сплоченность. Спартакиада государственных и муниципальных служащих – уже сложившаяся традиция. Она объединяет коллег, тренирует силу воли и дает стимул добиваться побед уже на своих рабочих местах. Встречаемся, это не только встречи, это общение, это встречи с друзьями. Прекрасные соревнования, я считаю, это нужные соревнования. Спорт, он занимается не только детским и школьным возрастом, а и возрастом, и пенсионером. Судовость можно заниматься, любые виды, если взять, даже вот лыжные соревнования, которые в этом году прошли в Кугесах. Судовость там участвует не только молодежь, хотя молодежь сильнее бежит. А и в возрасте люди, с удовольствием принимают участие. Надо вставать, это пример для других. Спорт в Красно-Читайском районе носит массовый характер. По словам представителей районной администрации, несмотря на финансовые трудности, экономить на здоровье жителей власти не собираются. Действительно, физкультурный спорт у нас на нашей прекрасной Красно-Читайской земле очень любят. У нас занимается систематический физкультурный спорт на сегодня 44,7% общего населения Красно-Читайского района. Потому что, я думаю, все условия осознаны для этого. Если взять, допустим, физкультурный спортивный комплекс с бассейном. У нас 14 спортивных залов. У нас 78 плосказых спортивных сооружений. Спортивный девиз «Главные не победа, а участие» в этот день стал основным для участников спартакиады. Ведь основная идея соревнований – показать на личном примере, что занятие спортом – это ключ к успеху. Рифат Фаткулин, Игорь Зверев, Республика. В Чубаксарах впервые в истории Республики прошло открытое первенство города по современному пятиборью по программе «Лазерран». Лазер, то есть стрельба из лазерного пистолета. «Ран» в переводе с английского «бег». Вместе «Лазерран» – программа пятиборья. Спортсмены бегут дистанцию в 3200 метров и стреляют на четырех огневых рубежах. «Лазерран» для России – молодой вид спорта. В самостоятельную дисциплину его официально выделили в 2015 году. В нашу страну он пришел в 2016. А вот в традиционном современном пятиборье, когда спортсмены помимо бега и стрельбы соревнуются в плавании, фехтовании и конкуре, Чубашии нужно догонять. Современное пятиборье на территории России не культивируется на протяжении 70 лет. В Чубашии этого вида спорта не было. Задача – развивать этот вид спорта. И Чубаксары, Чубашии – это уникальные территории. Почему уникальные? Создана вся инфраструктура. Она есть. Не нужны капитальные вложения. Для этого нужен спортивный комплекс с бассейном. Он есть. В двух шагах располагается манеж для бега и стрельбы. Это есть. Опять же, в Новочебаксарске, далеко от спорткомплекса, конно-спортивная школа. Она есть. В первых соревнованиях участвовали 50 человек. Это ученики школ, курсанты молодежных, военно-патриотических, спортивно-технических клубов. Привлекаемые тренера, они подбирались с учетом того, что это должно было быть не экспериментом, а фактически состоявшимся сразу уже хорошим стартом. Следующие уже крупные соревнования по пятиборью планируются в Чебоксарах, ко дню города. Это все, о чем успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире национального телевидения «Чувашия». До встречи в эфире национального телевидения «Чувашия».